Этот мир не сказка, здесь не так работает все. Правда ли, что мужчины боятся красивых женщин? Или это типа, ну, отмазка, на самом деле это так. Да, синдром красивой девушки, одинокой красавицы существует. В чем логика мужская? Мужчина видит, женщина красивая. Но он понимает, что вот по аналогии, если бы я был красивым, если бы есть красивый парень, у нас прям вот со школы есть такой уже опыт, есть красивый парень, у него много красивых девушек. Ну, девчонки любят красивых парней, и у него есть возможность выбирать среди девушек самую красивую, самую лучшую. То есть у него есть возможность, а остальных он как бы, ну, там, иди подальше, отвергает. То же самое по аналогии, парни понимают, что если есть красивая девочка, очень много мальчиков, которые хотят с ней познакомиться, но девочки же знакомятся только с одним парнем, гуляют с одним парнем, поэтому всех остальных она отшивает, а остается только самой красивой. Поэтому у взрослых мужчин уже есть опыт. Если женщина красивая, она одинокая, то здесь что-то не так. То есть, как бы, вот эта вот фраза, если ты такая красивая, почему-то одинокая, нужно с тобой не в порядке, потому что красивая женщина не должна быть одинока, по логике мужчин. Да, красивой женщине подходит очень много мужчин, очень много. Так думают мужчины, оно и правда есть так. И красивая женщина начинает выбирать. То есть, вот эта не нравится, когда есть возможность выбора, то женщины такие становятся привередливые, такие. Они не хотят абы за кого там, или абы с кем гулять, они выбирают самых лучших. Мужчины все понимают, большинство мужчин, я не как бы не Брэд Питт, вот я сам не Брэд Питт, я не миллиардер, да. Ну, какой шанс, что красивая женщина согласится со мной проводить время какое-то, да? Шанс небольшой, поэтому что я делаю, если я подойду к ней, она мне скажет, фи, Александр, ты че, ты как бы некрасивый, ты лысоватый, ты староватый, ты бедноватый, иди гуляй, Вася, жуй опилки, я директор лица опилки. Вот, собственно, страх отказа. А если мне откажут, то я проиграл, а мужчины не любят проигрывать, и поэтому мужчины боятся получить отказ. Почему мужчины боятся признаваться в любви? Почему мужчины боятся подходить к женщинам, знакомиться? Они боятся отказа, потому что отказ для мужчины – это ощущение унижения и проигрыша. А мужчины проигрывать не любят, и многие не умеют. Поэтому есть синдром. Нормальные мужчины, такие, которые знают себе цену, которые умные, они побаиваются подойти к красивой женщине, потому что думают, что там есть богатые, более богатые, более красивые, поэтому я не буду рисковать. В итоге красивой женщине подходит либо очень уверенный в себе мужчина, типа меня, вот, например, как я подошел к жене красивой своей, вот, либо очень наглый, нахальный, который вообще пофиг. Ну, как бы, да-да, нет-нет, они еще и пристают, они еще, как бы, так, ну, дайте, просто понимают, что наглость второе счастье, наглость города берет, поэтому они прилипчивы. И поэтому у женщины, у красивой, у нее не так много выбора. Ну, пока она девушка, пока она девчонка, девушка, есть выбор какой-то, но чем старше она становится, там, 27, 28, выбора становится меньше, потому что в основном мужчины уже женатые, то есть они, как бы, стараются искать себя пару. Мужчин достойных, как бы, и, там, богатых, и при всем становится все меньше и меньше, ну, просто они их разбирают, да, и поэтому она вынуждена от долгого одиночества соглашаться на наглых. Ну, вот, как бы, никто-никто-никто меня не берет, что-то мне никто не нравится, все остальные привыкло, да, что большое внимание, чем старше, тем внимания меньше становится. Ну, просто мужчин нормалик. И наглые мужики женаты, там, абьюзеры, они по-прежнему легко и свободно подходят. Вот, это такая же проблема, как на сайте знакомств. То есть на сайте знакомств очень много наглых, простых мужиков, которые ищут простого секса. Поэтому, что им, как бы, легко просто написать, привет, как дела, хоть нам, пришли мне какую-нибудь свою интимную фотографию, покажи сиськи. Это же ни к чему не обязывает, да, я просто спросил. И поэтому таких мужчин всегда будет больше, и от них запросов будет больше. Это то же самое, что если женщина придет в какой-нибудь футбольный бар, да, в бар для футбольных фанатов. Там очень много мужчин, очень много мужчин, одни мужики сидят. И поэтому она будет получать оттуда абсолютно разное внимание. Там будет 50% просто наглых, пьяных мужиков, которые будут подходить и цепляться. Будут какие-то порядочные, которые, из них половина будет стесняться, из них половина будет пытаться познакомиться, как-то неловко. Кто-то будет просто там, какой-то извращенец. Вот так и получается. Поэтому женщине красивой все сложнее и сложнее выбрать, ну, получить мужское внимание нормальное, потому что нормальные мужики стесняются подходить. и как выбираться, вопрос был такой, как выбираться, что делать красивой женщине? Ну, во-первых, перестать привередничать. То есть я понимаю, что красивая, это такая, знаете, определенная... У каждого из нас есть такая своя цена. Мы, давайте вот честно, есть рынок человеческих отношений. Рынок. Говорят, и в Ярмарка тщеславия, да, помните, по Диггенсу. Есть рынок, мы все выходим на рынок. У нас у каждого есть своя стоимость. Например, красивая женщина плюс, там, мы говорим, красотка на миллион. На миллион чего? Долларов? Да. Мы пытаемся измерить. Предположим, у нее там 100 очков за то, что она красивая. Она, у нее там богатый папа, еще 200 очков. Вот, например, она, у нее хороший характер, легкий, скромный, потупит взор, такая, ведет себя, как Аленушка из сказки Морозка, плюс еще 100 баллов, да. То есть, мужчина смотрит, думает, так она скромная, красивая, богатая. Она прикольная. Ну, то есть, она желанный приз. У мужчин тоже есть своя цена. Красивый, симпатичный мужчина плюс 100 баллов. Некрасивый, 10 баллов. Богатый, плюс 200 баллов, да. Одно дело, он подъехал на Жигулях, другое дело, на Бентли. Например, делал с Бентли. Ну, вот Бентли. Ну, вот Бентли. Вот, приехал на Бентли. Это, как бы, плюс, да, там, 300 баллов приехал на Бентли. Имеет возможность, там, подарил какую-то, там, гвоздику одинокую. Или подарил, там, букет из Тарос, да, плюс 100 баллов. Значит, щедрый, да, там, какой-то умный 100 баллов. С юмором плюс 500 баллов, да. У каждого есть своя цена. И мы себя примерно оцениваем. Например, я думаю, у меня баллов 300. Ну, так я говорю, так я не урод, в общем-то. Ну, вроде есть какой-то юмор, вроде не дурак. Есть какие-то деньги. Баллов 300. Вот. Кого я себе на эти 300 баллов могу купить, в кавычках? Кого могу купить? Ну, как минимум, женщину, которая тоже 300 баллов. Как минимум. А лучше за 500. Ну, мы всегда хотим купить что-то дороже, чем у нас есть деньги. Правильно? То есть, мы, как мы, хотим со скидкой, по дешевке, вот, что-то приобрести. И поэтому я думаю, я сейчас хочу. Я, конечно, 300 баллов, но я хочу, чтобы модель была, чтобы она была умная, чтобы у нее не было детей, потому что это лишнее. Марокко, да? Ну, как бы. Нет, как так. Вы должны понимать. Сейчас рассуждаю, как обычно, мужчина. Обыкновенный. Плюс, ну, если у нее будут деньги, это отлично. Если будет бизнес, у нее, значит, хорошо. Не надо тяжело работать. Можно отдыхать. Ну, плюс характер. Ну, я думаю, ну, где-то вот 500. Когда я вижу, что женщина, например, там 800 стоит баллов, предположим, она там известная певица, я думаю, ну, конечно, это круто. У меня, конечно, столько денег не хватит на нее, как на машину, знаете, дорогую. Не хватит. Но вдруг, мало ли, напишу ей привет, лайкну ее фотку, вдруг она одинокая, и скажет, ой, у тебя всего 300 баллов, но ты такой прикольный, у тебя такая красивая седая борода, вот, поэтому дай-ка я вот выйду за тебя замуж. Ну, чем черт не шутить, да, как в лотерею, сыграю я в лотерею. Можно же выиграть миллион. Многие верят, что можно выиграть миллион, поэтому покупают лотерейный билет, а вовсе как бы. Ну, так или иначе, то есть мы пытаемся найти себе партнера, который примерно такой же стоимости. Ну, предположим, обыкновенная женщина, то есть у нее такая обычная внешность, средняя, ну, там, есть какой-то небольшой там жирок, там, скажем, свой, да, своя фигура. Вот, она любит, ну, как бы, такая хорошая, честная, такая средненькая, вот, скромненькая, как серая мышка. Кого она себе ищет? Ну, она ищет от себя, как, конечно, принца. Она мечтает, что вот на серенькую мышку, на золушку, такую чумазенькую, вот, приедет принц с бала на белом Мерседесе и скажет, слушай, я тебя всю жизнь искал, ты такая хорошая, выходи замуж. Нет, нет, потому что принц ищет, он, принц у нас на тысячу баллов, он кого ищет? Он ищет принцессу, которая на тысячу сто, на тысячу двести, на тысячу триста, как минимум. Ну, как минимум на своего уровня. Если такая женщина, ну, предположим, так, обыкновенная, у нее есть там триста баллов, условно, триста баллов. И вот есть мужик, алкоголик, там, тунеядец, дважды сидел, да, какой-то материца. У него, у него баллов на человеческом рынке пятьдесят. Что, она согласится замуж на него выйти? Нет. Почему не согласится? Ну, как-то он гораздо ниже меня, да, ниже на социальной лестнице, по стоимости ниже. У каждого есть своя стоимость. Поэтому красивые женщины, они ищут мужчин своей стоимости чуть выше. Но нужно просто понимать, что вы иногда, бывает, завышаете планку, сильно завышаете. И нужно приземлиться, немножко, знаете, вот так вот, быть попроще. И рассматривать мужчин хороших, нормальных, своей стоимости, ну, не задирать ее. Вот это совет женщинам, которым красивым. Приземлитесь, да, хватит вот мечтать. Чем, чем дольше вы будете выбирать, искать и ждать, что вас кто-то завоюет, вот, что приедет принц на белом коне, самый замечательный, тем меньше шансов выйти замуж. Вообще ждать, это очень плохая стратегия для женщины. Очень плохая стратегия. Это означает, что вы пассивный и такой, как объект, который ждете, что вас приедут и возьмут. Как в сказке. Нет, в этом этот мир не сказка. Здесь не так работает все. Поэтому нужно прилагать активные действия, чтобы быть, вот, чтобы искать своего суженного ряжена. Вот моя жена, между прочим, подошла ко мне, ну, как бы, первая, ей понравился, говорит, ну, как мы, да, что было, как мы познакомились. Я приехал в Дюссельдорф, в Германию, проводить семинар по отношениям. Она случайно пришла на него распространять книги кришнаитские. Она была в секте кришнаитов. Ее попросили просто случайно подружкам подменить, продавать философские, там, религиозные книжки. Я увидел ее, красивая, симпатичная девушка. Подошел, поинтересовался книжками. Она мне что-то какую-то начала философию гнать. Я смотрю на нее, красивая девушка, голубненькие глазенки. И какую-то загибает в какую-то философию трансцендентальную. Думаю, собственно, молодая, красивая, что ей надо. И она там что-то рассказывает, увлеченна, пытается мне проповедовать. Я ей говорю, знаете что, вам замуж надо. Думая о том, что красивая философия, увлекается только от одиночества. И ушел проводить семинар. Жена рассказывала, что она опешила. Как это, такой наглый мужик просто подошел, что-то ни с того, ни с сего и сказал, замуж. Потом же она сказала, у нее мелькнула мысль, что за меня. За вас, ты, правда. Ну так она говорит, я че знаю. Врет, наверное. Вот, я провел семинар по мужчине и женщине тогда было такое отношение. Семинар назывался «Если жизнь после свадьбы». И после этого, после семинара, она подошла и стала применять ко мне те приемы, которыми я ее обучал на семинаре. Она пришла, задала мне вопрос. Она сказала, Александр, вот я не поняла. Я уже не помню, что это там такое. Я не поняла, вот объясните. Вот если вот так, вот так, вот так, вот так. А это самый простой способ получить внимание мужчины. Меня спрашивают, как вот получить внимание мужчины? Задайте ему вопрос, которым он думает, что он разбирается. Ну, касательно тем. Например, мужчина-автолюбитель там или автомобилист. Задайте ему вопрос. А вот скажите, вот сколько, какая мощность у этого двигателя? Или сколько он выжимает там скорость его? Мужчина в этом компетенте, он расскажет. Если он там психолог, спросите его там что-то. То есть дайте возможность человеку поговорить, рассказать вам что-то. Есть сигнал, есть такой закон. Если нас слушают, эти люди становятся нам симпатичными. То есть если вы задали вопрос и внимательно слушаете увлеченную, то вы становитесь симпатичной тому человеку, который вам это рассказывает. Поэтому она задала вопрос. Я и начал, я серьезно воспринял это, то есть я не стал как-то вот так анализировать. И только потом я понял, что она задает вопрос и слушает так. И я понял, что я начинал увлекаться ей. И я что-то там объяснял, мне задавал какие-то вопросы. Потом сказала, а вы здесь живете, в Дюссельдорфе? Она сказала, да, в Дюссельдорфе. А я говорю, а я вот как бы тут в первый раз не могли бы мне показать город. И она не стала же манить ей, говорит, конечно, покажу вам город. Все. Не стала строить там из себя какую-то там леди какую-то. И все. И в тот же вечер мы... Нет, на следующий вечер мы пошли гулять. На следующий вечер она сказала, я сегодня не могу, а завтра я смогу вам. Она поставила границу. То есть не то, что там, да-да-да-да, я только жду, чтобы меня пригласили. Нет, ну сегодня не могу, а вот завтра я с удовольствием. Я говорю, окей, я как раз на несколько дней остаюсь. Давайте завтра. И все, на следующий день мы уже гуляли. Вот. И дальше мы общались, и она проявила себя с лучшей стороны. Я увидел, что это очень интересная, симпатичная, очень глубокая, умная девушка, с которой у меня много общего. И мы начали тройте отношения развивать. Вот. Вначале это, конечно, не были такие серьезные отношения. Были абсолютно несерьезные отношения. То есть ни грамма серьезности не было. Мы много смеялись, мы обсуждали какие-то общие вещи. У нас не было, ну у меня не было какого-то такого, вначале у меня не было намерения вообще жениться, тем более на ней. Я просто как бы живу так. Просто, просто живу, мне было с ней интересно общаться как с человеком. Она была симпатична, мне было интересно. Занимались ли мы сексом? Да, мы занимались сексом. Да, мы занимались сексом. Быстро ли мы после первого свидания занимались сексом? Довольно быстро. не хочу сказать что прям в этот же день там или нет как бы она свободно к этому отнеслась нам было приятно я ее не бросил после секса потому что нам было вдвоем интересно вот поэтому вот так вам рассказал всю историю нашей встречи но на что я хотел обратить внимание понимаете она проявила инициативу то есть конечно я там просто какое-то замечание сделал но она по большому счету ее миссия была выполнена она там про стояла книжки могла уйти все она осталась на семинар она послушала внимательно направил инициативу она подошла она спросила она согласилась она пришла как бы вела себя естественно не сжима ничего как-то не боялась было просто самой собой она сама по себе уже интересный человек невозможно быть но показаться интересным человеком надо быть она уже была готова то есть она читала много она увлекалась там смотрела кино было и хорошо хорошо подклонов как-то философии потом она очень культурный человек много интересно слушают чем меня можно покорить